Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лика. И сегодня, если кто-то уже увидел мои короткие видео, я купила красочку и буду красить свои волосы. Буду красить свои волосы, как всегда, супер-блондами. Кто не знает, я уже год, даже чуть больше, на спецблондах разных фирм. И качество волос намного лучше стало, чем когда я делала айртач или какое-то мелирование. То есть, когда дело было с порошком. То есть, от порошка у меня такие кончики были всегда, такие сухие. И прям вот берешь, и они стоят такими сухими. Сейчас качество волос мое... Вот у меня еще тут суховатые немножко остались кончики после... Там я айртач делала айртач, не помню, что же последнее. И вот еще чуть-чуть что-то осталось. Но основная масса волос у меня уже на спецблондах. Волосы мягкие, шелковистые, такие живые, блестящие. Конечно, качество волос намного лучше стало. Мне очень, ну, намного больше нравится на спецблондах. Значит, если вы видели, а кто не видел мои предыдущие видео, я там разные. И Эстель, и Концепт, и Лонда, и Вэлла, всякие пробовала. По частоте осветления корней мне больше всего понравился Концепт 12.1. И именно 12.1. Не знаю, вот который там серо-фиолетовый был цвет, забыла цифры какие. Он, да, хорошо нейтрализует желтизну, которая от спецблондов на корнях получается. Но немножко в затемнение уходит. Кому это нравится, в принципе, тоже классно. Такие, как светло-русые корни получаются. Они такие немножко темнестные на длине, но тоже классно смотрятся. Но если по частоте прям, вот мне пока понравился 12.1. Именно Концепт, как-то вот такие светлые, светлые, прям платиновый блонд. Ну, немножко, понятно, с желтинкой будет, потому что спецблонды не могут осветлить до белизны. Это надо потом, если нейтрализовать, если захотеть убрать эту желтизну чем-нибудь, с тонировкой какой-нибудь. Ну вот, но мне, в принципе, в чистом виде 12.1 тоже нравится. Такой чистый, светлый такой цвет получается. Мне очень понравился, но все равно хочется что-то новенького. А кто не знает, у меня еще тут есть, вот, я сейчас специально, у меня такие волосы не свежие вот хочу. Вот еще, кстати, я помню, сразу на такие более чистые волосы красилась, потому что я крашусь на 12% оксиде. И если бы сильно чистые, можно так чуть-чуть подпалить кожу головы. Поэтому сейчас специально такие запускаю, такие немножечко, чтобы были уже, ну, у меня они не жирные, но не свежие. Какой-то третий день, да, получается, третий день где-то у меня волосам. Вот я на такие волосы всегда крашу, и у меня ни щипет, ни никаких реакций таких плохих не возникает. Поэтому лучше краситься на такие грязноватые волосы. Или тогда защиту головы. Я вот себе купила, но сейчас в основном счастье вот так вот на грязные волосы крашусь, поэтому не пользуюсь. Уже у меня тефия масла. Им уже не пользуюсь. Вот так вот не устраивает. Так что, и если сразу после спецблонда аммиачной краской тонироваться, может тоже немножечко так подпалить. Потому что тут большой оксид, и там еще в любом случае будет какая-то троечка или даже полторашка. Ну, как-то мне не очень нравится. Тогда лучше тонироваться, если сразу после спецблонда. Мне больше нравится безаммиачная, тогда меньше реакции. Да, безаммиачная краска, она не то, что там уже супер лайтовая какая-то. Тут все равно там есть производные аммиака. Но как-то на кожу головы более мягче как-то получается воздействует. И у меня нет никаких там зуда или еще чего там. Ну, так как сейчас зима, я вам говорила, все равно шапка. Там я хвостик в основной части даже не укладываю волосы. Мне у меня отдыхают зимой. Поэтому я только спецблондами крашусь. Без тонировки пока. Оставлю это вот, когда шапку сниму весной. Тогда уже какую-нибудь красивую тонировочку сделаю. Значит, что в этот раз я... чем буду краситься? Я в этот раз решила попробовать формавита. Но именно серию Supremo Color. Я вот технологов смотрела, что вроде бы как вот эта серия, она более... Там вот про какой там цвет говорили. Я забыла уже. Ну, короче, вот эта серия, она очень хорошо как-то чистит цвет, выравнивает полотно. Но там про другой, правда, цвет. Не про спецблонды говорили. Или 922. Или какой. Вот я забыла. Давно уже смотрела. И вот как бы вот именно вот эта серия, она очень хорошо вот эти переходы какие-то тонирует. А у меня, кто не знает, вот тут вот есть это седое пятнышко мое. Я все еще что-нибудь такую краску, чтобы... Вот ее... Да, у меня есть желтый корректор. Я подмазываю там все. Вот так это все надоедает. У меня в этот раз очень-то корни отросли. Все, не было времени вот краситься. Уже дотянуло до последнего. Вообще, желательно спецблондах сантиметр. Ну, не больше. А у меня уже полторашка тут есть. Ну, ничего страшного. Я помню, так рослась. Вроде все нормально получалось. Но только что вот говорили, что форма Вита, она не такая сильная. Вроде бы она прям там велизды не осветляет. Но это вот обычная серия. Как там? Color Life. Как-то так называется. А вот именно вот эта серия Supremo Color, вот я не слышала про нее. Поэтому решила попробовать. Так как технологы говорят, что вот эти серии хорошо выравнивают полотно. Там переходы какие-то хорошо нивелируют. Ну, вот решила я попробовать все-таки эту серию форма Вита. Вот не знаю, что ты захотелось. Мне такой эксперимент проси. Значит, цвета там не все были. Я на Валберсе заказывала, потому что у нас такую серию я что-то не нашла. Может, где-то и продается в городе. Ну, что-то я не нашла, мне проще на Валберсе заказать. И все, пришла, забрала и не парится, чем по магазинам ходить, время тратить. Значит, тут 60 миллилитров. Эта красочка, кстати, маленькая. Там серия что Life Color, там 100 миллилитров. Тут 60. Ну, будем надеяться, что зато, может быть, толку будет больше. Как бы пишет 100% закрашивание седины. Ну, вот хочу посмотреть, потому что еще мне ни одна краска, вот это мое пятно седое, оно таким пятном вылезло у меня. И ни одна краска, прям, чтобы мне наглухо закрасила, нет. Вот я хочу попробовать все. Шватскоп, так что там блонд. Ми блонд, блонд, блонд ми, забыла. Там специальная серия для седых волос. Вот там, типа, спецблонд, именно еще и седые волосы закрашивают. Вот, но еще до той не добралась. И цены сейчас на нее, конечно, космос. И вообще очень тяжело найти. Но вот я хочу то все-таки попробовать. Когда-нибудь попробую. Ну, вот сейчас решила, что-то мне идея пришла. Вот эту серию Supremo Color от Formavida. Тут 60 миллилитров. Буду я красить, как всегда, на 12% оксиде. А у меня тут большая банка концепта, потому что я уже планировала засесть на концепте. Но тут что-то опять душа экспериментов потребовала. И вот, короче, будет у меня 12% оксид. Один к двум, как всегда, разводится. 60 миллилитров краски и 120 оксида. Буду всю краску использовать, чтобы... Вот кто не знает еще о спецблондах, когда вы в следующий раз вот краситесь, вот как у меня, да, вот он такой желтоватый. Вот надо заходить на вот эту часть всегда. Потом она отрастает. В следующий раз опять на всю длину не надо, а именно вот на вот эту часть. И получается она вот так вот, видите, осветляет, осветляет. И вот у меня волосы, ну, все такие достаточно светлые. Сейчас я фиолетовым шампунем просто иногда подмываю. У меня такой концентрирован, такие волосы серые-серые получаются. Видите, какие у меня сероватые. И все, я сейчас вот так вот спецблондами корешки осветляю. Потом фиолетовым шампунем. Вот я еще думаю... Сейчас, знаете, что вот думаю? Ну, вот не знаю, я потом вам расскажу, все-таки сделала или не сделала. Они у меня такие серые, и кончики уже такие беловатые. И, естественно, если вот тут тон 1289 серебристый шик, я думаю, может, это серебро, чтобы сильно не охладило, мне к концу не провалился цвет. Так вот, у меня есть золотой корректор. А какой фирмы? Не помню. Олин вроде бы, Олин. И вот я думаю, его разбавить с бальзамом. Взять такой легкий желтенький концентрат и намазать вот на вот эту длину, чтобы немножко желтого пигмента она на себя взяла. И что и тогда будет вот тут немного желтинкой, и основная длина, и не будет вообще туда в глаза кидаться вот этот какой-либо переход. Вот не знаю, заморочиться, не заморочиться. Так вот думаю. Так что пошла я краситься. Значит, 60 миллилитров красочки Supremo Color. Цвет у меня 1289 серебристый шик. Ссылочку вам на краску Osvalbris оставлю в описании, как обычно. И 150 миллилитров 12% оксида. Знаю, кто-нибудь может написать, что не той фирмы нельзя использовать. Но я каждый раз разные краски покупаю. Каждый раз один и тот же оксид использую. Пока ничего такого глобального не произошло. Поэтому нормально. Так что пошла разводить красочку, наносить длину. Уже приду к вам результатам и прокомментируем, значит, что у нас получилось. Так что пошла красочка. Все, красочку нанесла. Буду с ней сидеть 60 минут, час. Ну вот так. У меня тут солнышко. Уже реакция пошла. Ну, цвета никакого, да, нету такого фиолетового, серого. Просто белая красочка. Ну, посмотрим, что получится в итоге. Ждем результат. Девчонки, я уже к вам с результатом. Вот такой вот цвет получился. Ну, знаете, что хочу сказать. Я на свое седое пятнышко нанесла желтый корректор. Непосредственно на него вот так вот прям взяла. Чистым. Не разводила. Ничего, сразу чисто. Ну, и смотрите, как бы, не знаю, или это помогло, или краска. Так сильно не кидается в глаза, как бы оно. Но, хочу сказать, результат, да, пожелтее на корнях, чем вот от концепт или от каких-либо других. Ну, может быть, за счет того, что у меня длина еще такая более холодная. Может быть, на контрасте так кажется. Но мне кажется, да, все-таки девчонки были правы, что немного желтинкой результат получается. Ну, в принципе, в принципе, ну, так неплохо. Знаете, что меня покорило в этой красочке? Я когда смывала волосы, вот мне напомнила на Веллу. Такие там видно уходовые компоненты в краске. Что когда я смывала, все волосы мягкие, прям такие шелковистые. Прям нет такого ощущения, вот как это стель, когда смываешь немного жестковато, да, что надо срочно нанести бальзам какой-то или масочку. Тут, то есть, такого нет. В этом плане краска вообще супер. Ну, вот не знаю, может быть, попробовать другие оттеночки, что скажете. Может, какой-нибудь другой, другие номера. Может быть, 20, какие же там были. Я забыла. Ну, короче, надо посмотреть, вот, не знаю. В следующий раз купить какую-нибудь этой же краску, но другой номер. Или все-таки что-то новенькое попробовать, как обычно. Вот, так что, девчонки, вот такой вот результат получился. Ну, скажем, не сильно суперчистый, но и не сильно плохой. Но за счет того, что краска очень мягкая, очень такая... Я вот сейчас без укладки совершенно вообще, просто сухим способом высушенный волос. Еще и хвостик завязала, поэтому нитки немного кривоватые. Видите, волосы хорошего качества, такие блестящие, шелковистые. Не стоят, как вот от милирования или... Короче, от порошка, одним словом. Вот такие, как солома. Нет, шелковистые. Вот, смотрите, расчесочка даже не застревает. Ну, кончики, да, чуть-чуть у меня тут еще остался этот порошок на кончик. Поэтому немножечко может. А так по длине, посмотрите, просто класс. Ну, короче, да, результат немножко с желтинкой. Но, кстати, может быть, какой-то другой цвет надо попробовать. Может быть, не хватило нейтрализации. Может быть, попробуем все-таки какой-то другой цвет. Потому что качество волос, я говорю, что мне понравилось. Вот как Велла. Мне напомнило красочку Велла. Так что, девчонки, если интересны мои следующие эксперименты с цветом волос, тут уже без сна скоро будет. В принципе, уже совсем чуть-чуть осталось. Поэтому у меня уже вдохновение появляется. Хочется волосы красить. Так что скоро буду тонироваться уже. Вот сейчас теплеет уже. Скоро шапочку буду снимать. Хочу что-нибудь красиво затонировать волосы. Вот скажите, девчонки, что лучше, с розовинкой, с бежевинкой, или все-таки что-то холодное, типа, вот как у меня сейчас подплатина. Вот не могу определиться. И то, и то, и то хочется. Или вот, помните, я последний раз красилась, такое пыльное розовое, что-то такое. Вот что лучше сейчас на весну? Я даже не знаю. Что-то хочется, а чего не знаю. И еще, девчонки, напишите мне в комментариях. У меня сейчас опять прилип энергии. Вот я к весне люблю косметику. Вот мне хочется краситься. Я сейчас скупаю всю косметику. Какие-то тени с блестяшками. Новые тональные крема. У меня и так их, в принципе, немало. Я вот думаю, может, вам что-нибудь видео снять про макияж. У меня супер бюджетные находки, очень классные. Может, вам это интересно. Тогда напишите в комментариях. Я обязательно вам сниму какой-нибудь весенний макияж бюджетными, классными продуктами, которыми я пользуюсь и могу посоветовать вам. Так что, девчонки, пока-пока. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok